Многие взрослые и дети знают замечательную сказку Валентина Катаева «Цветик-семицветик» и чудесный мультфильм, сделанный по этой сказке. В нем девочка потратила последний волшебный седьмой лепесток не на пряники и игрушки, а на то, чтобы поставить на ноги своего больного друга. Отсюда и название фестиваля, который состоялся в конгресс-холле Дегиту. Этот добрый светлый праздник организовал для детей с ограниченными возможностями волонтерский центр Донского государственного технического университета. Этот фестиваль проходит у нас впервые, но я уверена, что мы будем его проводить еще и еще. Это на самом деле очень здорово, когда ребята могут применить свои творческие способности. И здорово, что они к нам сегодня приехали. Я надеюсь, они будут частые гости у нас в университете. На сцене конгресс-холла состоялся концерт, в котором приняли участие как студенты Донского государственного технического университета, так и их гости, дети, приехавшие на этот праздник. Меня всегда зовут на такие мероприятия. Я всегда не отказываюсь никогда. Готова приходить. Я везде выступаю, где просят. Готова и здесь. Завершился концерт танцевальным номером, который зрители смотрели стоя. Это был знак уважения и восхищения людьми, которые наперекор обстоятельствам выходят на сцену, дарят нам свое искусство и показывают пример стойкости и оптимизма. Пусть не ласка, как твой. Пусть не ласка. Пусть не ласка. Пусть не ласка. Пусть не ласка. Раньше люди, вот, едешь по коляске, тебе показывают, глянь, ну, не такой человек. А когда они видят такие мероприятия, то они перестают это показывать. Вот у нас в городе Азове было такое, а теперь уже культура города поменялась, влияет. После концерта в фойе Конгресс-холла волонтеры студенческого педагогического отряда «Горящие сердца ДГТУ» провели мастер-классы с участниками фестиваля. Смотри, вот у нее получается лапка, еще одна. Семь лепестков цветика-семицветика, семь мастер-классов. Нужно пройти семь станций и собрать семь лепестков, вот таких вот цветочков, и в конце они получат подарки. Посмотрите, с каким увлечением ребята учатся мастерить поделки из бумаги, рисовать, нанизывать бисер, делать забавные игрушки из шариков и даже заплетать косички. А вот чему вы здесь научились нового? Что вы сейчас тут делаете? Я вот, бисер, плести, цветочки. Очень красиво. Что ты пожелала ребятам? Ребятам быть самыми счастливыми, не знаю, продолжать двигаться дальше. У них гораздо светлое будущее, чем они думают, мне кажется. Символом твердых надежд на доброе будущее и заветных желаний, которые непременно сбудутся, стали воздушные шары, устремившиеся из ребячих рук в светлое осеннее небо. Наталья Агеева, Яков Кардо, Дебюту ТВ КОНЕЦ